Всех приветствую! Если вы хотите улучшить эргономику своей фотокамеры, то вы по адресу. Тут я вам подскажу. Начнем мы с плюсов L-Rig. Как я считаю. Плюсы. Это защита камеры от царапин, ударов, улучшает эргономику устройства, возможность подобрать под размер руки, дополнительный выдвижной хват слева, заменяет собой крепление к штативу. Минусы. Но это стоимость. Так как с малориги фирменные бывают на авито, на официальных магазинах, и по 5-6 тысяч. Это не клетка, это всего лишь часть клетки. Но я всем советую пользоваться Алиэкспрессом, так как там есть распродажи, есть расписание этих распродаж. Вы можете отслеживать, если вам не к спеху покупка, и выгодно ее в итоге приобрести. Просто пример. Конец осени 2022 года. Вот эту клетку купил за 2 с небольшим тысячи рублей. Сейчас, кстати, продаю, потому что она мне не нужна. Ведь вот эта оказалась лучше. Ну, для меня. И еще один минус – это вес. Если кому-то важен вес, то тут прибавка, потому что она все равно из металла. Грамм 100 вы плюсом получите. Купив Fujifilm X-T4, важным для меня был аспектом – это удобство ее использования. Потому что хват так себе, пальцы у меня большие, извиняюсь за размер. Но самое вообще лучшее в этом устройстве – это вот этот левый хват. Просто правая рука все равно во время съемки или просто прогулки начинает уставать. Я сейчас не буду говорить, что тут не хватает такой выемки, как на зеркальных фотокамерах. Но я планирую вот эту часть открутить и отдать столеру, чтобы они мне изготовили из другого дерева. И как бы чтобы здесь что-то подобие такого крюка было, чтобы так устанавливая. У меня палец останавливался, а тут скользит. Но тем не менее, очень удобно с этой площадкой. Прямо настоятельно рекомендую, потому что это супер. Берете, у вас рука уже зафиксировалась и снимаете. Я доволен и счастлив. Всем советую. Не советую к покупке вот такую, потому что смысл. Штативное крепление только снизу, слева вы ничего не подключите. Ой, не прикрутите вот такую штуку. Ну и сам хват, то есть, так себе. Думаете, вот эта выемка, она не сильно это вас выручит. То есть, она маленькая. То есть, если пальцы кладем, этот сверху, но потом им клавишу занимать. Если так, то вообще неудобно. Смысл? Ну, сейчас я ее продаю, потому что купил. И чтобы выбрать, нормально, потому что были сомнения. Смолрик. Почему продаю? Потому что она под XT2 и XT3. Еще не купив камеру, я поторопился, заказал себе вот такую штуку. Думал, возьму XT3. Но подвернулся XT4. Спасибо продавцу на авито. Сам парень купил камеру, поигрался и решил продать. За что ему большое спасибо. Потому что она в идеальнейшем состоянии. Надеюсь, будет меня долго радовать. Ну, а эту я продаю. С данными устройствами я знаком уже давненько. На моем Д850. Она уже стоит давно и выручала уже много раз. То есть, штатив крепим любой стороной. Елозим там, я не знаю, по металлическим каким-то поверхностям. Не боясь за камеру. Это очень удобно. Все настоятельно рекомендую. Классная вещь. И без разницы. Большая зеркалка у вас или без зеркалка на Алиэкспрессе есть под, наверное, все устройства. Если нет, ну, сочувствую. А так, покупайте именно, чтобы левая часть выдвигалась. Тут отверточка есть. Очень все удобно убирать, транспортировать. Допустим, вам нужна ручка, да, видеограф, или просто потом в будущем. Вы подумаете, что здесь нет отверстий, вы ручку не приделаете. Смотрите. Если есть такая голова штативная, выкручиваете этот болт, снимаете ее. Сюда надеваете. Ну, то есть, вместо вот этой части, просто прикручиваете ручку и вращаете ее, и это будет съемная также вещь. Так что тут выбор каждого. И всем удачных снимков!